Депутаты предложили снизить ставку налога для маломощного водного транспорта, увеличили круг получателей социальных выплат в сфере ипотечного кредитования, утвердили корректировку закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также решили еще много вопросов. Началась сессия с отчета в Рио губернатора Приморья Андрея Тарасенко о работе администрации в 2017 году. Это предусмотрено краевым уставом. Для Андрея Тарасенко это первый отчет перед депутатами законодательного собрания. Что надо отметить, мы почувствовали преемственность в работе и предыдущей администрации, и нынешней администрации. Есть вопросы, которые можно оценить положительно, и достигнуты конкретные результаты в работе в прошлом году, но есть множество проблем, над которыми нужно работать нам вместе. Приняли и поправки в закон о развитии физкультуры и спорта. Речь идет о поддержке некоммерческих организаций, тех, которые растят будущих чемпионов. Я рад, что временно исполняющий обязанности губернатора подписал проект закона, который действительно расширяет полномочный порядок предоставления субсидий и передачи спортивных объектов. Потому что на сегодняшний день у нас есть ряд организаций, которые предоставляют услуги на коммерческой основе там, где по идее должны делать мы как власть. И соответственно, когда мы возмещаем им затраты, то это безусловно для бюджета Приморского края гораздо выгоднее. И то, что мы можем передавать и объекты, уже бизнесу, которые гораздо эффективнее это используют, это тоже крайне важно. Плюс еще меры поддержки для наших сборных команд, которые выступают, и тренеров в том числе, которые выступают на соревнованиях различного уровня. Совместно с администрацией края в Комитете по экономической политике разработали новый законопроект, который коснется разграничений территорий и зоны ответственности в вопросах благоустройства территорий в муниципальных образованиях Приморья. Согласно этому закону, границы благоустройства в муниципалитетах теперь сможет определять субъект федерации. Закон представили депутатам для рассмотрения в первом чтении. Конечно, это даст положительный результат обязательно, потому что у нас очень часто идут и арбитражные суды, и при строительстве зданий не выдерживаются эти правила благоустройства, поэтому, в общем-то, страдают в этом случае те, кто живут и кто работают в этих зданиях и на прилегающих территориях. Одним из важных вопросов на заседании стал запрет продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, так называемых вейпов. За этот законопроект депутаты проголосовали единогласно. Под всякими разными видами на рынок выкидывается много всякого разного, и мы считаем, что вейпы – это тоже такая вещь, которая создает видимость курения, содержит никотиновую жидкость, и нам кажется, и мы даже уверены в этом, что дети приучаются к этому, и нам бы не хотелось, чтобы это происходило. В целом, на майской сессии Краевого парламента рассмотрели более 40 вопросов. Среди них поправки в закон о транспортном налоге, об использовании лесов, о наградах Приморского края и назначение на должность председателя контрольно-счетной палаты. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.